Да, Джонни через Димку играет стандартно. Вообще, если ты не уверен в эльфийском мэчапе, то играй по тму с котами, и все. Это почти панацея в большинстве случаев. Отыграть, не знаю, там, 2-3 десятка накануне матчей, и все. И ты можешь уже, там, базовая разведка, правильный криппинг, тайминговые атаки со свитком лечения. Все, и пошел второй барак. Сразу, кстати, он палится Джонни. Опять эльфы в финале, говорит, вальки рус. Серьезно? Серьезно? Это такой, такой косяк. Ладно, синевик, но, как бы, все были синевиками, но... Это прям... Да, добро пожаловать на турнир, который называется Банхаммер. Банхаммер. Надо было больше банить сегодня. Банхаммер Кап, где игрокам запрещается играть больше, чем... Ну, больше, чем один раз за одну расу в случае победы. То есть ты побеждаешь противника одной расы, и все. Ты должен переключиться на другую. Если ты проигрываешь, ты не можешь менять расу. Поэтому тут очень странные бывают местами вот эти вот... Майнгеймсы с... Короче... Вот. В общем, это будет последняя игра эльф на эльф у них. То есть больше она не повторится. Невозможно просто. Если будет счет 1-1, то эльфов больше не будет. Это тоже как бы понятно. Хантерс Холл, 2 барака. Вот это, кстати, хорошо. То есть, смотрите. Он увидел Масхантрес, и увидел, судя по всему, делая разведку, увидел, что там Т1. То есть это тупо Маскоты. Довольно правильная реакция, если ты особенно заказал грейд на Т2. Добавить второй барак, и сыграть в Масарчейс. С дальностью. Для этого, ну, в поддержку можно взять какого-нибудь героя, который хорошо работает по катам. Какой-нибудь массовик. Ну, можно Тинкера взять. Можно взять Панду для того, чтобы винные пары кидать. Можно взять даже Патму, чтобы не лезть вперед. Ну, хотя нет, лучше для контроля кого-нибудь взять. Типа, либо с ракетами, либо там... Бисмастер, кстати, с этими, со свиньями тоже подходит ситуативно. А, и он решил сыграть не в Масарчи, а в Маскотопульты. Глайфтроеры тоже хороши. Глайфтроеры о чем хороши? Они... Они ничем не хороши. Уже. И играет он в старую мету. Он не знает или забыл, что баллисты теперь промахиваются. Это такой провал! Джонни, нет! Джонни, это не те баллисты! Джонни! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Джонни, Джонни! Джонни, не надо! Да, раньше баллисты прекрасны были у эльфов. Вообще, в уроке они были интересны под другая механика. Это были не глайфтроеры, а именно баллисты. Если вы играли во второй Варкрафт, то знаете, как они выглядят. Такие же баллисты перешли в третий Варкрафт, но потом они посудились с кем-то и убрали там внешний вид сфинксов в ТФТ, танков, баллист, ну, там, авторские права, все дела. Не помню с кем, с Вальви, не с Вальви. Вот. Потом, потом... Нет, в уроке сплэш у этих баллистов был тоже уникальный. Летела стрела, и она пролетала по линии. То есть сплэш был не... Ну, такой, не радиальный, а... Ну, а по прямой, там, такая... По прямой линии. То есть, если вы ставите в два ряда гулей и стреляете баллисты, то пролетает там по четырем, по пяти гулям, которые за находится. Ну, обычно не юзалось это вообще никак, потому что... Ну, только при осаде, там, иногда помогало, потому что туда-сюда бегали, там, попадали. Ну, неважно, короче. Заменили потом сплэш на самый вообще классный сплэш в игре, который... Немножко сплэш, но самое главное, выстрел попадает. Попадает всегда в цель. Вот, баллисты стреляют по коту, кот бежит, кот пробежал пять метров, в кота прилетело полностью. Вот, именно это делал Грейт на протяжении, ну, многих-многих лет. И тут вблизах пришел опять какой-то студент, блин, балансить патчи. Эльфам, там, коту урон, козлу, там, арчорок, дриадам демонхантера. Короче, набалагурил так, что полгода потом это патчами возвращали назад. В том числе и зачем-то баллистам убрали этот замечательный сплэш. Теперь баллисты, на самом деле, это сделали позже, но все равно это следствие, я уверен, какого-то пьяного студента, которого взяли на баланс. Не знаю, может он слушает сейчас стрим. Надеюсь, его уволили. Вот. Сейчас уже Грейт работает не так. Он просто сплэш добавляет, насколько я понимаю. То есть сейчас, если выстрелить, хрена с два ты попадешь по коту. А баллисты берутся, в первую очередь, для того, чтобы иметь возможность сражаться с котами. Коты анарморт, они получают 150% урона. Что это? Нет, тут игра, конечно... Что? Это диверсия, это баллисты через всю карту идут. Виктор Зорин говорит, я слушаю, не уволили. Забанить бы тебя, а? Лезав всю эту боль. Это очень странный мув. Это просто мега странный мув. Построил баллист, а потом взял и пошел в медведей. Что это такое, Джонни? Джонни? Не-не-не, подождите. Джон, Джонни вообще не понимает, что делать. Не-не, ну, смотрите. Под баллисты обычно берется дирижабль. На этой карте есть дирижабль. Даже если ты вспоминаешь в определенный момент, что, блин, там же сплэш другой, я же не могу их масить. Меня же сожрут просто котами. Ничего страшного. Делаешь 4 баллисты, покупаешь дирижабль, и пока у него не появился дрозд, ты просто прилетаешь, бомбишь ему мунвеллы, бомбишь ему шахту, унижаешь его. У эльфа нет контры к этому, пока он не построит древо ветров и не потратит хотя бы на одного гиппогрифа. Все, в это время ты улыбаешься, делаешь ту армию, которая тебе нужна, которая с котами может справиться. Медведи могут справиться с котами, но время-то упущено. Там же экспант, он же работает. Плюс у котов чакрумы. То есть они... У котов есть патма, там вторая аура, отскок третий. Легко рассуждать, легко рассуждать. Нет, вообще это стандарт эльфийский. То есть если ты уж пошел в баллист, надо купить дирижабль. Отманиваешь, покупаешь, полетел. Это стандартное продолжение. Бежать всю карту немного рискованно. Вот. Мы так просто играли. Вот. Много лет играли мироры подобным образом. Ну да, легко рассуждать. Согласен с тобой. Черт. У Блэйда все отлично. Я не знаю, тут не выиграть никак. Добавляешь дриад, идешь, делаешь там лимит 70 какой-нибудь. С пятой под мой приходишь и убиваешь. Пофиг на протектор, пофиг на медведей. Это ему нужно тайминговать тебя как-то... Нет, может быть просто Джонни придет, отдастся. Тоже вариант неплохой. Вот. А Блэйд играет абсолютно правильно. Чтоб играть на атаку сделать. Но у него виспов не хватает, дерева не хватает. Он сейчас дозаказывает. Жезл похищения, дирижабль. Но уже не для этого. Хотя можно, почему нет? Полетать, книгу прочитать. Можно забить. Вот и все. Попробую сейчас выиграть какое-то количество времени. Я думаю, не обойтись без Зеншинта Винды все-таки. Но леса не хватает. То есть ты должен вроде как Дриат масить, продолжать. Точка сбора на лорницах не поставлена. Свой дирижабль есть. Ну не знаю. Сейчас в Блэйду просто нельзя пассивно играть. Ну нельзя. Ему там 80 лимита уже надо Мунвелл ставить. И как-то контрить дирижабль. Деньги есть. Повторюсь, нужен Ancient of Wind, чтобы вернуться, вернуться в контрольную ситуацию. Иначе он так долго может простоять. А, не, вот так вот если дирижабль давать пустой, то... Все. Можно идти в атаку. Уже с чистой совестью. Деревья в бой просто потому что они не нужны никому. Поздно Мунвеллы даже делает. Но явно, что раса не родная у них это. Что у одного, что у второго. Один против Маскотова делает катапульт. У другого деньги на руках. Нага тоже здесь особо. Ну, Нага, конечно, дебафает Димку неплохо. В принципе, ей-то занятие найдется. Но сейчас могла быть уже пятая Патма. Быть. Дима горит. Бесплатно. Пошел телепорт. Ну, там нет экспанда у Джонни. То есть по сути Блэйд не сильно рискует. Ничка работает на работу. Деньги тратим, тратим. Грейды делаем. Должны делать. Грейд на атаку сейчас рядом. Попытка развести убить, но тут не хватит ресурсов. Ну, в смысле этих сил для того, чтобы убить шахту. Убить дерево. 1200 на руках. Блин, вот как? Ну, может быть, они со слабых самых раз начали. Пока что вообще не впечатляет. Ну, это возможно. Возможно, как-то договорились типа с эльфов начать. Светки лечения правильно все. Еще бы светок лечения взять. Все покупать. Все. Крейдов трындец не хватает. Ё-моё. И точка сбора опять не ну, кривоватая. Джонни отдает два барака, но это мелочи. Пытается прокрипиться, ну, плюс поразводить. Джонни Мейн раз альянс. Мы видели, что он весьма неплохо играет за орков. Очень хорошо контролит. Так, ну и тут атака. Атака на мейн. Виспы пошли, телепорт пошел, перегруппировывается. Рык. Ну, не под протектором можно посражаться. Да, и будет сражаться. Ну, еще 50 лимит на 80. Да, коты. Но там медведи 1-0 всего лишь, коты 1-1, плюс тут аура еще есть. И свитков миллион. Посражаться-то можно. Не хотят. Да надо, 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 чего не хотят? Не знаю, почему не сражаться. На развороте. Курица немножко подблочила тинкера. Это немножко, почти на половину здоровья ему. Да, чакру мы еще как грейд отдельный. Даже не как отдельный грейд, как два грейда. Там же отскок хоть и режется в два раза, но по сути это 25% урона. Причем это 25% урона, они же скелятся от твоего основного урона. То есть оно в синергии работает хорошо. То есть ты делаешь грейды на атаку и делаешь чакру. Армию игрока атаку Да. Пошел криппинг. Ну, здесь возможно свиток надо прочитать. Телепортируется не хочет. Одеяние мага успела, успела собрать. Ну и финалочка, судя по всему. 84 лимита на 60. Третья грейд, третья аура. Позиция, конечно, аховая. Блин, арчи кое-как, дряды кое-как. Ну, дрядок отдельно нужно постоянно стрелять. Хитон дранит. Что происходит? Сейчас, да, это самое, добегается. И в экспант тыкает сейчас Джонни. И экспант он убивает. Господи, как так ему? Как так? Как? Как? Не, ладно, нам же мы за Джонни должны валить, правильно? Для Джонни это очень хороший шанс. Очень хороший шанс. Я не понимаю. Там, где должен был сражаться, не сражался, потом на голову упал битыми войсками и без позиции абсолютно. Побегал козами назад. Отступил слишком далеко. Сейчас они подровнялись по лимиту. то есть, все еще преимущество хорошее есть у Блэйда, но 10 боевого лимита, понимаете? 10 боевого лимита. И есть самое главное время сейчас у Джонни, потому что, ну, понятно, здесь восстанавливать должен базу противник, но что один юнит кидает два хила. ну да. Это вообще без вопросов. Как он с грейдами втыкает? Трындец. Защиту делает вместо второго грейда на атаку. У тебя подма пятая, ты армор делаешь дриадом. Ну ладно, с другой стороны, что я начинаю? Они же, это не мейн раса, алло. Не мейн раса, они дошли, играя в том числе за не свои расы и побеждали нормальных пацанов. Все понятно. Дрятка спасает красиво. Медведи пошли в атаку. Толпятся, к сожалению, немножечко. Диспл, диспл, диспл. Дряты на автокасте, они провоцируют, что ли, медведей? Свиток. Да, правильно, свиток делает. Третья нага. Димка пятая, ну вроде справляется мастер. 60 лимита на 67, да нет, можно жить. Там, правда, база достраивается. Там Патма ближе к шестому, чем Димка. Зачем? Зачем отступать? Зачем отступать? Зачем отступать? Ё-моё, как? Как? О, хорошо. За кого я болею? Став, отлично. Но там база. База достроилась и скоро будет приносить опять профит. Есть еще проблема в том, что тинкер не прокачан на ракеты и у тебя нет контры к Патме к шестой. Просто нет. То есть если Патма получает шестой, мы приходим на мейн, ставим старфол и убиваем мейн. И с этим ничего не сделать. То есть он может попытаться третьего героя взять, это самое наверное разумное. Ну или переучить тинкера, наверное переучить ракеты против масс моздряд. Ну а герои тоже брать только для того, чтобы законтрить Патмул. Конечно жалко. Ну потому что кого ты можешь взять? Ты можешь взять кипера, диспелиться полностью маскаузами. Да все диспелиться, сайлентс диспелиться. То есть по сути ты берешь героя дорогостоящего для того, чтобы тебя не убили. Вообще это задача хорошая, правильная задача. Да, можно ракеты кстати взять на единичку просто и все будет компромисс не это самое не жестить. Но надо заранее это сделать, надо заранее переучиться, быть готовым к этому, потому что будет размен какой-нибудь неприятный. 70 лимит на 50 кстати. Одного талона простурен очень долго, ты должен виспа за 120 талонницу один грейд, второй грейд, талон, при том, чтобы у него еще мана отрегенировалась. Тебе очень много факторов, ну, ты по сути те же деньги потратишь на третьего героя, что вот на виспа, на талонницу, на одного талона лучше, двух построи, ты же не будешь рассчитывать на одного юнита. Вдруг там какая-то проблема будет с ним. Ну, не знаю, форкит фокус и вырвется он вперед, его убьют. Он же на мейне где-то полтора штуки. Ой, уже нет, ничего не остается на мейне. 150 голды у одного, 70 у другого, мейн заканчивается. Джонни рассчитывает, видимо, на то, чтобы... А, факту убивает просто. На то, чтобы сделать Нечи Блэстинг сейчас и перекопаться на экспант. Справедливости ради стоит сказать, что и Димка-то шестой, он не особо кем-то здесь контрится. Ну, кроме Нагин, у которой вторая стрелка взята именно, видимо, против Димки, против дебафа. Ну, форки-то в конце концов зачем брать? Если там масса дриад и форки там по одной максимуму... Ну, хотя нет, там медведей есть, можно было сделать форки. Но самое главное это Димку дебафить, конечно, с арбой вот этого дикого психа. Не уверен, что Джонни нужно сейчас лезть. У него же акцент именно на том, чтобы поставить базу. Армию игрока атакуют. Ну, лимиты сопоставимы. 70-84, боевые лимиты плюс-минус 10. Но если будет размен обоюдный, то есть, если Джонни будет терять юнитов так же активно, как и Блэйд, то там будет Старфол. Малтун Джайант и хорошая находка против против Дриад, особенно с дрынами, с сидж-дэмэджем наносит очень серьезный урон. Плюс на себя провоцирует. Таун пошел раз. Манаберн, форкет. Первый. Дриад фокусит. Целенаправленно фокусит. Но там с другой стороны тоже Дриады умирают. Слушайте, а лимиты-то почти сравнялись. Четвертая нага. 53 на 65. Блэйда побольше все-таки. И Патма уже метит в шестые. Пару юнитов и все. Патма шестая. Все. Это ГГ. Ну, просто на марше ты идешь в атаку, врубаешь Старфол и все. На Старфоле красиво это может закончиться. Давно ультимейт это не видел. не, Старфол не таунтится, конечно. Дима тоже ждет шестого. Свит окличения прекрасный. Патма подставляется. Еще один моноберн никакого Старфола не будет. Тинкера тут бьют минус стинкер. Надо проскакать под мой каким-то макаром. Ну, или держаться просто на поводу, чтобы... Вот жалко, что он с МГ рядами сражается. Это же очень долго. Очень долго очень больно. Аболиш не сделал. Выходит из строя этим дрыны УМГ и они... Бежит, 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 бежит. И Старфол. Шестой Дима! Ульта на ульту! Как красиво! И начина... И дриады в рассыпную! Ну, тут ряды поредеют. Нага хорошо дебафает Димку. Да, Джонни пишет ГГ и выходит. Игра с самого начала была какой-то мега странной. Ладно, один коты экспант это все понятно, это классика, но Джонни со своими тремя баллистами с грейдом на эти баллисты он, конечно, удивил. Удивил. Вот. Потом переход в медведи он довольно стандартный. Кстати, надо посмотреть как им у ТГВ дела. Что-то у ТГВ беда какая-то. Нитрон играет за эльфов. Ну, это, видимо, вторая игра, раз ТГВ остался на своей расе, получается, а Нитрон взял эльфов. Экспант с одной стороны, экспант с другой стороны. Там гопша такая, арчи, у Нитрош. Скорее всего, это 2-0. Там без Старфола все отлично зайдет, говорит Бак. Ну, прикольно потом читать комменты. Вечером я на стриме. Плз не пиши. Пепсик вернулся. Помните Пепсика? Который хотел сайт купить. Блин, я не могу, я все еще под впечатлением от прошлой игры. Да, да, Доктор новый тот самый. Я, правда, не помню, что там, что было за, какие там были, так давно это было? Да я не помню, что было месяц назад, а там, ладно. Рочь поддержал, Михаил, смотреть стрим нет времени, но тем не менее не будешь играть сегодня в ФУБГ, очень порадовался, ПС. Хорош. Лягушка мешает, к сожалению. Лола, она мне дважды заруинила. Лягушка. Так, надо зайти, может, Джохан так же, как вы думаете? Нет, похоже, что нет. Давайте посмотрим финалочку здесь пока. Возможно, они еще не создали. Стадо Арчей на Арчей. Пятый Кипер, там еще Патма, что говорит нам АТ-3. У нас, правда, тоже Т-3, вижу, меткость есть. Виспы, пошли, диспл, диспл, очень хороший диспл на эндов. Дичь. Патма с Арбой заряжает, классно. Очень битый алхимик, пытается отхиляться. И трон давит. На 50 лимита здесь уже. Козла копают. ГВ сражается, но, к сожалению, козел минус, алхимик минус, это ГГ. Вот тут опыта не хватило. Нет, гигантов тут не вариант свечиться, но вы что, ты сильно проседаешь по темпу, просто грейды нужны и все. Ну, и опять же, трипджек утрене удачный. Все почему? Потому что ему выпали иллюзии. Так как дисплабы я убью. Заходи, Джонни, говорят, Джонни, все, и лечу, 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 лечу. Спасибо большое. Заходим. Люди сратый девайс из серии Так, ладно. Поехали. Блэйд остается при своей при своей нет, Джонни остается при своей расе, а Блэйд вынужден менять эльфов на альянс, на свою основную и сейчас как раз ну, сейчас можно изи сделать 2-0. Но в случае победы, соответственно, Блэйд не сможет использовать, ну, играть больше за альянс. Я не видел там тот в апсах, да? Ну, вроде ограничений никаких нет на апсы, так что на участников вроде тоже. Могу ошибаться, кстати. Ну, потому что эти вещи участники так викли. Соник все грумпует тоже. Счет подкрутишь? Да, как скажете, конечно. Кто там у нас слева, кто справа. Блэйд слева, соответственно, Блэйду накидываем за победу. Так, бан хаммеркап 30 тысяч 333. рубля. Нет, есть черный список, понятно. Так, такую хрень, что там? Секундочку. Такую хрень с баллистами сделал по ПЦ, пишет Джонни Кейдж. Да, ну, может быть, он последний раз за эльфов играл в Мирор тогда, когда еще баллисты умели стрелять нормально. Это было не так давно, наверное, месяца 4 назад. Может, полгодик. Баллисты в свое время, конечно, были одним из ходовых. На тех же самых низинах, я помню, без баллист не обходилось вообще никогда. Потому что, во-первых, низины очень хороши для котов, очень хороши для пары бараков. Открытая карта, удобно крипджекать, удобно ставить экспанды, удобно разводить. Там нормальные эльфы играли, как правило, через котов или через вариацию котов. То есть, либо это масса Патма и масса коты, либо это Дима, один барак, что он может выиграть какое-то время с переходом в Т2, там, в тех же самых Дриад, но с другой стороны очень часто бывали тоже коты. Это такая агрессивная была стратегия. И одним из ответвлений Т2 было как раз закупка дирижаблей и переход в баллисты. То есть, на низинах, кроме всего прочего, есть дирижабль. На низинах можно там дропать с разных сторон, там, с острова выбивать лес. И такая штука реально без либо стояния на базе, либо без древа ветров она не контрится. Поэтому в свое время играли очень много по такой теме. Просто вот на низинах играли почти всегда с той или иной вариацией коты-баллисты и прям стабильно. Здесь же мы видим от Джонни Варьку. Видимо, будет попытка пообузить, как сказал бы ТГВ, Санну Варден. Я не знаю, как мне язык повернулся процитировать. Но ТГВ, конечно, вообще, как не включаешь, всегда у него что-то происходит. То иллюзии выпали, то там, то там, ну, вообще, да. Наверное, он отмечает те факторы, которые, по его мнению, сильнее всего оказали в воздействии на игру. Я не знаю, что там было в прошлой катке, вот. Ой, можно добить. О-о-о-о! Не добил. Не, не добил. Не смеря на то, что влетел кинжал, не смеря на то, что влетели ножи. А вот здесь добил, тролля. минус арча в сеточке. Минус фут и рабочего можно добить. Промахнулся, мисклик. Да, задумка была хорошей. Если бы он реально этого голубого ограба забрал, то... Ту-ту-ту-ту-ту-ун. Ну, он третьим бы не был, но был бы ближе. Ой, минус арча еще, как жалко ее. И с порядочком перебор по виспам. А, это вообще маскоты. Что я не обратил внимания, что это же второй барак. Да, это маскоты. И эти виспы, они просто, не просто так здесь. Это виспы, которые молча, просто молча должны были полностью просто сдать планы планы Джонни. Просто сразу же. Мало того, что один дисплеец еще двое рядом ждут. Зачем они здесь? Это явно, это явно маскоты. Что только, тоже можно понять. Если ты играешь не родной расы против человека, который играет родной, надо рисковать, надо чизить. Прибегает с котами. Скоты работают. Скоты работают просто превосходно. Минус два раба, минус три раба. Минус три раба, контролим. Вот, и минус четыре раба. Иварька сейчас третья будет, между прочим. Ой, добил, красиво. И сражаться нельзя, пока ополченцы есть. Отступить, перегруппироваться, поулыбаться. Просто много лишнего урона получает. Классно, слушайте, классно. Берет еще виспов. Ну, логика какая. Единственное, кто нормально убивает котов, это элементали. Если, кстати, был криппинг лагеря наемников, то могли тролли помочь. Поэтому мы просто нейтрализуем элементали виспами. То есть архимага в ману выжигаем, эллима в диспеле. Ну и дальше как-нибудь коты должны справиться. Третий уровень, вторые ножи и пушим. Вообще, стата работает. Минус где-то три фута сейчас будет. Серьезно? Телепорт. Вот то, что он это не забрал, это... Ну да контроль, да контроль, да контроль! Грамотно убрал котов, чтобы они не стопэшились вместе с Варден. Варден в любом случае нужно было домой. Футы сами пошли отдаваться. Ничего себе. Никто не хочет этих футов добивать. Что? Персоналка, скорее всего. Персоналка или ботинки? Ну скорее персоналка. И пошел на котов. Рабочие падают. Коты прячутся. Просветка пошла. Блин, ну здесь на самом деле тяжеловато. Еще нужны виспы. Виспы идут в бой. Просто если достроиться, доградятся вышки, вот почему в такой ситуации не пойти на мейн, да? Раз, два, ну и три. Вот была бы разведка, пришел бы на мейн и ушатал бы мейн. Вообще, котами в легкую. Но он и так почти успевает убить гвардовскую вышку. Сейчас Варя получит левел, получит ману и у нее будет как раз плюс 30, и она еще ножи сделает. Шикарно. Варике надо убегать, потому что телепорта нет. Но рабочие падают, вышка падает. Ой, Варя рискует. А зачем она вернулась? Это минус Варя, это ошибка ГГ. Ну как ГГ? Нужно в таверну, но эта потеря вообще не к месту, абсолютно не к месту. Но он ее из бинда, видимо, не убрал. Он ее послал, а потом через атаку котов отправил. А котов по-другому нельзя. Либо через атаку, либо окружать. Да, Варьку восстанавливают на базе, но у нее маны нет. Сейчас Архмак накопит ману, вызовет еще одного элементаря. Решает Джонни, что можно попробовать на мейн сбегать. Но там уже вышка нагреживается тоже. Плюс застройка глухая. Скорее всего, в этом дело. Почему он так без вышек спокойно держался. Новые коты, но для них уже не хватает, видите, лечения. Это старые вернулись без неподлечения. Нужно либо свиток лечения. Наверное, вырываться надо сейчас подставлять котов. Магас, реген маны, ночь. Еще диспел. А сколько у этого элементаря осталось? Мало осталось. Я болею за Варден, несмотря на то, что... Но она начала очень хорошо. Второй кинжал прыгает в мага. Тот телепортируется грамотно, блин, прямо сюда. У Варьки, если что, есть персоналочка. Умирают рабочие, отменяют вышку, пытаются уйти. варят персоналка. Котами надо атаковать. Их там окружили. О-о-о, Архмаг четвертый. Но вышки очень сильно унижают котов. Кажется, отбиваются все-таки. Но потеря Варден была лишней, потому что за Варден он заплатил двумя с половиной котами. Представляете, два с половиной зеленых кота здоровых были бы здесь. А, и там застройки не было на Main И он атаковал алтарь, и он не проверил наглухой это застроено или нет. Это значит, что можно было в определенный момент, пока вышка грейдилась, зайти внутрь. Там был один футмен, один Архмаг с одним элементарем и где-то четверо рабов. Потому что подумал, что не уйдет оттуда. Нужен свиток лечения срочно. Светок лечения, Возможно, пятый Варден. Возможно, дав-дев надо уходить. Виспов достраивает. Коты очень битые. 42 лимита. Деньги есть. Варя почти пятая. Ну, как наполовинку. Надо Архмага встречать. Даггер его ловить будут сейчас. Не, даже не попытался спасти АЭМа от первого кинжала. Тут надо ночь регенерации маны. Еще в магазин зайти, свето купить. Светок лечения пошел. Отлично. Все понимает, все делает правильно. И вот сейчас с новыми котами. Со свежей Варденкой. Например, на тот же самый мейн прийти. Светок лечения надо езать уже сразу. Ну, а чего? Правильность. Если сейчас выпадет какой-нибудь... Предмет на ману. То, может, зайдет. Или скролл в забис, кстати, может решать здесь. Архмага, смотрите, какой наглый. Минус лавка. Он может стащить артефакт. Зеленеуязвимости. Это такая обида вообще. Привет, Руставели. Большой инвол. Мне в Варденке большой инвол не так важен. Но Архмаг и без того наглый. Представляете, как он вести себя будет с 15-секундным инволом. С дирижабля будет кричать, нецензурщину. Ему не страшно вообще. И элементалис спас, которого не хватало для пятого уровня Варды. Эльф топчется. Ему нужно, не знаю, брать еще свиток телепортации, наверное. Свиток лечения. Не свиток лечения, нет. Ну, ТП надо брать, видимо, и залетать на мейн. Нет, свиток лечения хочет. Не отвлекаться на АМ и идти просто на мейн. Вот сюда вот идти. Ну, там девушки. Девушки против такого количества котов, конечно. А, он... Серьезно? Пятая Варя. И коты забегают на мейн. Не, не забегают, просто пушат мейн. Варя отбивается. Коты очень быстро выносят алтарь фермы. Провоцирует, провоцирует на ножи. Минус алтарь, минус ферма. Коты сейчас наносят урона столько же, сколько обе базы добывают сейчас. Поэтому нельзя это игнорировать. Очень бодренько наносит урон. Выманивает элементалем, чтобы хантер-сколл еще побили. Тут две лорницы как продолжение. Ну, это, видимо, маздриады для того, чтобы диспелить. Вот для того, чтобы... Нет, шансы есть. Вполне хорошее у Джонни выиграть. Это очень хорошая была бы победа, потому что... Ну, это основная раса вообще Блэйда сейчас. Рифлов не построить нормально. И Варя... А, нет, не Варя залетает. Это Архмаг залетает. Вышки стреляют. Бедные коты. Коты падают. Ну, светок лечения еще не напрашивается. Заодно закрепить магазин можно. Ради артефакта исключительно. Почему-то не берет светок лечения. Я не знаю. Пошел играть на Т3. Медведи. Сейчас опять стырят артефакт. Варя, 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 Варя! У него на руках 700 голды. Он не купил свиток. Сейчас котов теряет. Зелень уязвимости достает сты... Ой, в сетку ловят. Ракета, ракета, ракета! Почему не побежал? Просто целое море котов падает. Сетка могла дать реально шанс. Там... А, ну там есть телепорт на самом деле. Еще минус код. Ракеты должны дымать дирижабли. Это же... Механика. Ну, в смысле техника. Должно работать. Ну и по воздуху тоже работает, соответственно. Да, бедные коты. Они пострадали. Он сливает лимит под МГТ. Да, да, да. Это был, естественно, плановый слив. Желательно специально, чтобы еще противник добивал. Не чтобы ты сливал юнитов. А чтобы экспа доставалась. Ну а что, без пятого архмага скучно. Минус Варя. ГГ. Итак, идея хорошая. Идея, с одной стороны, стандартная. То есть берем Варден, идем в Улын. Против человека, который играет за свою расу, нужно что-нибудь такое агрессивное делать. Блин. Но потери героя в определенный момент не нужны. Просто из бенда явно не убрал этого героя. Варька вернулась, отхватила от архмага два фейербола и все. Магазин поздний, к сожалению. Под пуш нужно под Варьку делать магазин пораньше, чтобы она не все выжирала в мунвеллах, а приходила домой, восстанавливала хп, врубала ночь, врубала регенерацию маны и бежала бы. Это, ну, так вы экономите просто жизни, ману в этих лунных колодцах. Блин. Так, а здесь у нас что? Ну я типа решил всех переграть и первую изи выиграть этими самыми эльфами и не выиграл. Так, у нас проблемы, мы поставили плюс один одновременно в счет. Прикольно. Кстати, можем войти в игру. Как отменить победителя? Ну пока матчи и турниры не завершены, кажется, можно... У меня за эльфов меньше. А, уже нет. Если бы это был не последний матч, то турнир бы не закрылся. И он последний. Подожди, а как вы закрыли еще... Закрыли еще матч за третье место, он же не закончился. Не, ну... Блин. Натупил. А, вы нажали оба. Два судьи нажали один здесь и один здесь. Молодцы. То есть вы 4 очка вместо 2 выдали. Ох, это классно. Виально мне не хватило 2 виспов, которых надо было на Т1 построить, и мне бы тогда хватило леса на все. У меня бы медведи 50 раз раньше были. А, все, что ли? Он ушел? Джонни ушел после 2.0? Ну... Серьезно, почему? Нет, говорят. Ну, Градс... Градсблэйда, что? Там какая-то мутка, говорит. Такую дичь мы не будем фиксить, говорит Витя. Ну, это очень редкий кейс, на самом деле. Что двое судьи одновременно закрывают два последних матча, причем перекрывая результаты друг друга. Идем тогда. Вот, на ГГ... Да, это что-то не то проставили. Не то, что проставили, да. Посмотрим тогда третью игру, главное. Причем, ладно бы они проставили один матч, ну и потом заметили, что что-то не то. Ну, пофиг, как бы. Турнир бы не закрылся. Но они фактически закрыли все матчи, оставшиеся на турнире. 0-3, 0-3. Да я, блин, с эльфами что-то пошел играть с нейтроном, и 0-3 эльфами со сном. Причем, самая близкая игра была эльф-мирор. Да, надо было андэдами или хумами начинать. Ну, блин, зачем эльфами-то, алло. Всех переиграл. Потому что нафиг это с этим делать, игроки поставят. Ну, большинство результатов действительно закрывается, закрывается участниками. Вот. И делается это для того, чтобы... Ну, потому что участников больше, результатов больше. На финальной стадии проставление вручную довольно стандартная тема. Я ТГВ не трогал, только Джонни там оба проставили. А, ну там у нейтрона с ТГВ там был еще счет 3-0. А вот здесь они просто два очка накинули. Я просто победы захотел, когда пошел на АТМ катать эльфами. Я думал вообще хума поставить и типа в этих грифенов играть. Он, правда, начал без слов развешивать. Раньше не развешивали. Ну, а вот, а вот. Нейтрон точно занимает 3-е место. ТГВ, к сожалению, 4-е. 3 места призовых. Вот, сейчас пока что у нас результаты... Результаты турнира следующие. Да, ну... Там 2-0, 2-0. Если что, сделаешь корректировку. Да, да, мы, естественно, можем, если что, скорректировать суммы. Ну, сейчас Джонни может... Расскажите. Джонни может закомбечить. Тем более, что Блэйдс его основной расу отыграл. То есть, вероятность есть такого события. Но довольно низкая. Ну, шансы у него были в прошлой катке. Весьма реальные. Почему вдруг нельзя? Можно? Зачем вдруг? Тут не было в условиях игры. Теперь ТГВ вновь нельзя троллить нейтрон, а у них там договоренность. А, что-то здесь остается. Добытое в честном районе. Если честно, тоже уже... спать хочу. Я, конечно, инфар пустил, что ТГ3, так, ТГ3, ТГ3 кумаблого, и можно было тут ехать просто. Да, и нейтрон нарушил условия договора. Он в глаза нормальные, а за глаза токсичит. Причем я наоборот делаю, и это как бы нормально. Я в глаза токсичу, а за глаза нормальные. Спасибо, Руставали, за соточку. Да, там какая-то целая история была. Я читал косвенно в интервью, но не застал, ну, те вот события, которые там между ними произошли. Там даже какой-то шоу-матч у них был за право троллить. Битва за респект назывался, да? А то ноль инфы, ноль. Да, есть инфа. Ну, че рассказывать. О, есть геймнейм Джох Ни-ни-ни. Проигрывает Джонни 0-2. А точно Ни-ни-ни? Может, все-таки Ни-ни? Нет, видимо, Ни-ни. Получается, Блэйд выиграл Эльф Мирор. Джонни поставил... Джонни остался на эльфах, а Блэйд поставил Куманов. Получается так. Ну, да. И сейчас Блэйду осталось выиграть андедами или арками. Ну, с учетом того, что там Джонни осталось дофига этих самых... Дофига вариантов, я думаю... Видел, как сегодня Зилгами с Пинксима троллю сегодня в КБ? Нет, нет, нет. К сожалению, нет. Соколик, привет. Тут, возможно, последняя каточка, но поздновато уже. Давай, если хочешь, покомментируйся вместе. А там, глядишь, будет проще. Короче, я жду тебя в нашей тайной комнате. Сейчас посмотрю, чтобы все работало. Ну, я везде, я чекаю в Дискорде, чекаю в чатах... Да, работает. А Джонни пропал, что ли, или что? Все, 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 все. Джонни пропал, походу. Джонни, вернись, мы все простим. О, Майкер. О, спасибо. Ну, видишь, только что не было. И опять нет. Это баг. А, вот. Привет, Михаил. Привет. Что такое? Так, я захожу. Заходи. О, точно есть. Спасибо, Майкер. Обращайся. Так. Ну, как у тебя дела? Что нового, что прохладного на фронте? Новостей. Как у вас там вирус? Немцы победили? Ну, все улучшается. Это уже... Заходи, WarCraft. WarCraft, заходи. WarCraft, заходи. Custom Games. Джонни, да? Да, Джонни с двумя буквами N и H перед N. Да, просто я... Вел и все. Ёд, по-немецки. Хочешь, что до кикнем? Баним этого чатака. Да, ну, кто-то такое отношение, потому что Тодд забанил Сокола, назвав его хакером. Да, причем Сокол стримил. Тодд тоже стримил. Ну, короче, Йон Мерло сгорел. Да. Прохладно, очень прохладно. Мне было очень обидно. Но бывает. Так, ну что, у нас сегодня Анжела обратилась к народу. Сколько можно? Сказала, что все улучшается. Теперь откроют некоторые магазины уже. И медленно будут открывать школы там определенные. Ну, не все одновременно, а по чуть-чуть там определенные года там производства детей. Или как это называть? Года рождения. В Германии вообще офигели. Да, производство детей. Да, да, да. Хорошо. То есть возвращаетесь к нормальной жизни потихонечку, да? Ну, приближен на конец августа. Ничего себе. У нас все готово. Вот. Но у нас динамика положительная, то есть отрицательная. Все больше и больше. Ну, я это говорил, это каждая страна через это проходит. И когда пик будет достигнут, уже будет все лучше. Вот так вот. У нас пик уже был. Ну, и сейчас более-менее люди слушаются. Я себе еще масок подрезал на всякий пожар. У брата? У брата тоже, блин, сучок продал мне за 15 евро. Да? Родной брат? Да мне не жалко для него деньги. Ну, ему, очевидно, жалко для тебя маски. Ну, он бизнесмен молодой. Молодой, он же старше тебя. Да, но бизнесмен он молодой. Так, у нас счет 2-0. Блэйд выигрывает. Ты смотрел наверняка что-то на турнире? Да, прохладно, прикольно. Стиха, спасибо. Стиха, я уверен просто. Отдал бы маски вообще бесплатно. Еще что-нибудь с оказией передал бы. А так еще я на работе подрезал маски. У нас цены за маски... Миш, 110 евро, 10 простых масок. Даже самых простых сшитых. 110 евро, Мэйдэй. Ясно. Почти дожал, пишет Джонни Кейдж по поводу прошлой игры. Там с этой сварденкой, с котами он давил. Да, я смотрел, жалко, что он не дожал. Парниша говорит, так Джонни уже играл эльфом. Да, но он играл и проиграл. То есть смысл как раз в том, что если ты проигрываешь расой, ты не можешь ее менять. В этом-то и смысл. А вот победитель обязан сменить после того, как сыграл. Только к концу я разобрался в этом нехитром алгоритме. Еще раз отдельный стихопривет. Отдельный привет Соколику. Завтра будешь участвовать в турнире только для российских игроков? Я бы с удовольствием. Но сейчас ты мне опять скажешь, Соколик, не надо. Да? Или можешь быть... Ну, если ты хочешь, если ты хочешь, участвуй на здоровье. Я с удовольствием посмотрю на игры, просто мне больно, когда ты начинаешь сокрушаться. Не, ну смотри. Плиза я брил. Да? Сравнительно недавно. А он сейчас топ-1 взял. Да, да, это правда. Ну, он, конечно, очень молодец. Из-за него болел вообще красавчик. Прям очень топово отыграл. Это хорошо. КК-82, говорит, брат продал маски брату, в Германии за основу взято, говорит. Ну, он со скидкой из-за этого, видимо, продал. Да, с ней они. Молодец. А за сколько он их взял, скажи? Себестоимость у него какая бы там была? Маленький. Ну, то есть, сколько он наварился на тебе, скажи. Ну, процентов сто. Ё-моё. Ну, это, это, ну, как тебе сказать. Я знаю, что ему нужно попло так же не стражать. Армию игрока. Ясно, ладно, хорошо. Он бы и так отдал, но. Получилось. Ну, он назвал цену, и ты заплатил. А, я понял, да. Хорошо. Вот. А так, вопрос здесь, а шить маску самому или не ходить можно, или штраф? Можно шить самому, но нельзя ее называть, вот эта самая прохлада, защитная маска. Потому что защитная маска, типа копирайта производителей масок, и если ты так ее назовешь, у тебя нереальный штраф придет. То есть, ты просто ее называешь либо маской в Германии, либо средство для дышания через ткань, или что-то такое. Ну, бред полный, конечно. ЧТО. Ну, ее нельзя, естественно, так называть, чтобы продавать, правильно? Я же могу ее носить и называть, что это защитная маска. Или я даже говорить такое не могу. Нет, ты можешь это сказать, но при этом это не защитная маска, то есть ты входишь в заблуждение. А, то есть все-таки не могу. Или могу. Мне штраф придет только в случае, если я торгую ими. Если ты будешь продавать, да. А так, наверное, только предупреждение. Типа, ты не можешь, потому что ты людей вводишь в этот, в заблуждение его. Ага. Но это же, она же защищает от чего-то, эта маска. Ну, да. Ее даже советуют, типа, самим шить и одевать. Но, так как, там в чатике правильно написали, кому война, кому родина родная или что-то такое там. То есть, ну, производители масок, типа, подгорают, когда люди делают свои маски и называют их так же, как и производители масок. Прохладно, да? Да. Да, это уже тянет на ежедневную прохладу. Отлично. В это время. Ага. Блейд мастер бегает, второй уровень, кипер уже третий. А ты Блейда хорошо знаешь, он как за орков играет? Я думаю, он проиграет. Мм. Ну, грантов, видишь, не выводит, не отдаётся, так просто. Да, но, смотри, плейд только второй уровень, кипер уже третий. Кстати, у него корни или пеньки? Ты в курсе? Прикопка, прикопка. Прикопка. Корни. Я удивился, сегодня увидев пеньки в аналогичной ситуации. Я думаю, что всегда берут корни. Не. Пух всегда говорит на третьем уровне надо брать пеньки. Потому что? Ну, потому что прикопка, она, скажем так, против героя первый или второй уровень почти полный. Да, да, да. А пеньки хорошо для пуши, то есть у тебя, ну, на один пенек больше. Ну, это ложится не 2, а 3. Но прикопка-то в два раза дольше действует на рейс. Прочи простых юнитов, но на Т2 уже уорка диспел есть против прикопки. То есть она все равно действует одну-две секунды. Хоть она первая или вторая или третья. Я понял. С Юприм говорит, я по работе уже купил где-то 300 тысяч масок, перчаток и так далее. Соколя отправлю со скидкой от цены в Германию. О, неплохо. Да, закончился, в общем-то. Да, надо было давно. Да, сейчас уже. Во время войны как раз. Даже вывоза и ввоза, скорее всего, есть масок для торговли. Да. Но я знаю то, что чехи у нас, для Германии, сперлюсь, по-моему, 6 миллионов масок. Я это никогда не забуду. Ой, и Блэйдмастер стилит! А он не стилит, он про про это СМЛ. Ну, он предмет застил. Смотри, у него три мантии и инты. Ну, порадуется СХ. А если хлеб самый спектр, то нельзя назвать хлебом. Я думаю, можно. Пока. Не, ну там стихия, там именно защитная маска. А, то есть, это все меняет? Да. О, получил экспо-кипер, если ты видел. Я все маски пытаюсь переварить, блин. Какая-то... Ну, это не защитные маски, это маски. Да, я понял, что тебя уже убедили. Сокол, ах, да, как насчет той инфы, что американцы в воздухе самолеты в Европе привыкупают? Да, это тоже прохлана, там. Для Берлина маски в Китае уже загрузили, все. Подошли американцы с мешком денег и просто выкупили самолет с масками, и он полетел не в Берлину, а в Америку. Вообще жесть. Это тоже такой... Это реал. Да? Да. Это... Я так читаю, думаю, ну, нифига себе, и так рассказываю интервью, типа, ну, че мы, типа, не могли противостоять этому, они пришли с кучей денег, заплатили в три раза больше, чем немцы. Ну, мы и с немцев деньги забрали, и с американцев, но немцам и не отправили маски. И я не готов вообще. Я не понимаю. Как и, как говорит, а в Германии, может ли женщина, родившая сына, назвав его Шульц, подать суть на женщину, которая тоже вскоре родила сына и назвала его Шульц? Я думаю, нет. Но ты не уверен? Нет, такого не можем. Пока. Там вопрос, че, это... Нация маскодетелей, и нация маска... Читеров. Как так? Как так? У, Джонни Кейджа, вард стоял. Да, рода. У, он видел, все прекрасно, хорошо. Да, и Блэйд тоже видел, вард прям прям поставили, просто. Хочется подрезать, хочется. И хочется, и колется. Да. Ты уверен, что Блэйд как бы... Ну, он теряет рант, а сейчас? А, чуть не потерял. Я имею в виду, что он же сильно не растерялся пока что. А хотя там нычка уже, нычка. Нычка стоит, он не помешал, но... Но от Джонни Кейджа вообще не было никакой агрессии. То есть, Орк изи прокрепился. Третий СХ с колокольчиками. С колокольчиками, с шарами. Да, шарик. Ману надо купить, или что там надо делать? Ой, пошел. Вот терять сейчас кого-то, учитывая то, что у тебя только достроилась база, и Орк сам должен приходить, это плохо. И у Орка очень прекрасно. Четыре шамана. Мана у двух полная. Фу! Ну, Джонни Кейдж-то вроде все нормально сделал. Там нычку туда-сюда, но он одно забыл. У него нет колодца на 60 суплая. То есть, он не может сейчас преимущественно. А вот только достроился, да. Протектор строится, кипер битый. Ну вот с протектором можно еще повоевать. Ну хотя тут варды, или можно на мейн сходить, в конце концов. А, и протектор не успеет достроиться. Да. Он тыкает в протектор и спокойно его отменяет. Виспа надо диспелить, минус протектор даже не пенсово. Протектор не отменил, да. Виспа надо взорвать, чтобы мана не будет. Ой, дико недоконтроливает Джонни. Очень, да. В кров забист такой вовремя хороший. О, виспы как раз идут. Диспел, диспел. Поздно. Очень поздно. Всех пиньков убрали. Ну это, это 3-0. Это 3-0 просто. Я не ожидал такого. А, кипер со свитком жизни стоит в ВЖ. О, нет, Джонни, Джонни. Блейд может умереть. Нет, нет, нет. А чем он его не прикопал. Там полный кипер, он не разом. Дел прикопочку. Лечение второе, Джонни Кирич. Я не ожидал такого, скажу, как есть. Диспел, диспел, диспел. У шаманов еще очень много гаманов. Не уйдет еще, кстати, этот алхимик. Ну, только если передать ТП. Ну, он даже не пытается. ГГ. 3-0. Но зато, видишь, мы с тобой точно PUBG отнем, потому что время осталось. А завтра надо, наверное, поучаствовать все-таки тебе. А смысл какого? За что телепортироваться? Вот за как? Нычку ты точно теряешь. Ужаснейшая. Танчил протектор. Армию хантресок. Кипер не вылечился. Там хоть чуть-чуть было. 149 в Мунвейле. Признаюсь себе, вы купили Джонни, чтобы не править счет, говорит Морд. Я думаю, что Джонни просто... Устал. По морали, да. Либо устал, либо уже забил. Висквичи нет, получается, от крантов. Ага, и пошел Джонни в размен. Но это уже поздно. Какое? Там бетон, борусов столько. Тут эти коты даже не пробьются через... И они будут дольше пробивать, чем Орда будет. Мейн эльф. Графти очень хорошо сделал, но от меня была бы просьба не в 5 часов по немецкому времени, потому что... Типа это... Извините, мы просто не знали. Мы в следующий раз обязательно пришлите ваше расписание на следующий. Мы согласуем все. Вот. И... Только-только ради вас. Кстати, ты же знаешь, какое чувство юмора у немцев? Ну, оно не такое, как у тебя. Я это понял. Чувство юмора нет, надо идти работать. Да. Ну, у девайса, у Блейда, очень шикарный, кстати. Да, все. Бежит за кипером. У кипера, кстати, столько же жизней. Эээээ... Сплай у Джони Кейджа так же, как и Парка. Ну, Парка просто все намного лучше. Ну, иennial Наила на руках, кстати. Да. Можно сейчас купить инвулчик, например. Не, он став. Став! Зачем став? А мне же... О! Я понял, он хочет разводить. Разводить. Видишь, он сейчас филиндroid зафоняться. Важно. Ну, так и мой мен просто... И мой мен убьет. Всё, да. Да. Ну, может сафонуться, а потом ТП и сделать. Не, ну здесь шансов нету. другого же внести аркушка база выжил вышка уже против не отменил кажется мистерий а вот представляешь телепортироваться на змеек это же как на еще там шреддер без ищи бегает нет шреддера больше вашего телепортер да ладно зачем почему там база такая он же быстрее был бы говорится пункт накопа не сломывай минус два кота правда не телепорт на телепорта просто телепорт это же агония красный . будет крепить уйти с голима покажет давай влетай молоток на тебе клэп натищу молоток еще клэп бах ай-яй-яй ай-яй-яй ай какая поля еще молоток на клэп калем вообще жизнь там алхимик уже решил отступить еще минус как код начнешь имел из алхимик гг ну да все было спланировано все пошло про по правильному сценарию вас благодарим гравди за инициативу интересный турнир благодарим поддержавших этот турнир и поздравляем конечно же победителей завтра вечером будет турнир серии играем дома тоже по варкрафту соло стандарт